Еще раз добрый день, уважаемые депутаты, коллеги. Еще раз поздравляю вас с успешным завершением выборной кампании, избранного председателя городского совета. Наш с вами депутатский корпус обновился он практически более чем наполовину. Но ваша способность и желание помогать Владимирцам, они определяют уверенность, что вы оправдаете доверие избирателей. И тут важен сплан опыта и молодости, что позволит решать важнейшие задачи развития города. Поэтому я желаю вам успешной работы. Я являюсь главой администрации с 2011 года. За этот период реализовано немало проектов. Город развивающий преображается. И, как вот и сказал Сергей Валентинович, это прежде всего профессионализм команды администрации, депутатского корпуса, предприятий и, конечно же, всех общественных организаций и бизнесменов, которые помогают в развитии города. Ставя перед собой главную задачу повышения качества жизни горожан, хочу увеличить приоритеты. Модернизация и содержание в нормативном состоянии объектов городской инфраструктуры. Завершение начатых проектов и привлечение финансовых средств из вышестоящих бюджетов на новые. Повышение эффективности работы учреждений социальной сферы. Расширение поддержки малого и среднего бизнеса. Открытый диалог с жителями по вопросам развития города. Поставленные задачи будут решаться в контексте исполнения майских указов президента 2012-2018 года и указов президента Российской Федерации 2020 года национальных целях развития Российской Федерации до 2020 года. Основа развития города – это, конечно же, бюджет. В условиях ограниченных финансовых ресурсов, я считаю важным, что необходимо оптимальное сочетание мероприятий по увеличению доходной части бюджета и эффективного расходования бюджетных средств. Увеличение доходной части бюджета, вижу за счет совершенствования межбюджетных отношений в части изменения нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, транспортного налога, упрощенной системы налогообложения. В этом направлении нам, конечно же, нужна поддержка законодательного собрания Владимирской области и желание администрации области. На самом деле, правильно, что было сказано, что депутаты законсобрания не вбивались в передачу нам части налогов и был в том числе передан нам часть дорожный фонд налога на транспортного налога до селечных лиц. Но, как только нам передали эти налоги, нас перестали полностью финансировать. То есть, как бы, вот, понимаете, это и такая интересная черточка. То есть, вот вам дали и больше ничего не просили. То есть, раньше нам давали средства на дорожный фонд, сейчас перестали давать. То есть, только существует федеральная программа безопасной и качественной дороги, в которой мы участвуем, но это спасибо государству. Поэтому с налоговлагаемой базой предстоит еще работать и работать, и прежде всего здесь нам поддержка, конечно, депутата законодательного собрания. Максимально надо участвовать в государственных региональных программах, потому что сегодня город участвует в 12 государственных программах, и этого, конечно же, недостаточно. Использовать необходимый резерв налоговлагаемой базы, нужно, и обязательно сокращать недоимку. К сожалению, недоимка есть, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда всем предприятиям достаточно тяжело, здесь надо подходить к пониманию. Для повышения эффективности расходов в бюджетных средствах, я считаю, необходимо осуществлять контроль над закупкой товаров при проведении торгов в соответствии с федеральным законодательством. Его жестко контролировать. Продолжать энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере. В области экономики. За последние 5 лет у нас, знаете, очень активно строились новые производства, были введены центры обработки, дата-центры Яндекс, цех по производству макаронных изделий, макамол, в первую очередь фабрики по производству корпусной мебели, солдис, ну и много еще различных мероприятий. И объем инвестиций за 5 лет составил 95,5 миллиардов рублей в экономику. Это без субъектов малого бизнеса. Администрация города продолжит работу по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов для строительства новых и технического переображения действующих производств. Здесь, конечно же, будут представлены инфраструктурные предприятия, проекты, которые с предоставлением земельных участков, обеспечения земельных участков инженерной транспортной инфраструктуры. Для привлечения инвестора, конечно, нужно предоставлять земельные ресурсы. Одним из полномочий администрации города, соответственно, 131-м федеральным законам, является содействие развития предпринимательства. В текущем году из ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инспекции, предприниматели оказались в сложной ситуации. Мы на своем уровне освободили от арендных платежей за муниципальную недвижимость на время приостановки деятельности. Установили и другие преференции. В городе будет продолжена реализация программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Здесь уже многие говорили, и я не буду исключением, что забота о детях, она всегда была и будет приоритетной нашей задачей. За последние пять лет у нас введено в эксплуатацию семь детских садов. В настоящее время в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с муниципальной программой развития системы образования у нас ведется строительство трех новых детских садов. Это два в микрорайоне Сновидцев-Велизин на 115, 50 мест, и одного на улице Тихонравова на 50 мест. В ближайших планах строительство детских садов в микрорайоне Коммунар и на улице Тихонравова на 108 мест каждому. А также будет проектироваться и затем строится детский сад в совхозе «Вышка» на 110 мест. Сегодня у нас в городе работают четыре частных детских садика. Проектная документация на строительство жилых домов предусмотрена еще семь во встроенных и пристроенных помещениях. И считаю, что необходимо оказывать поддержку субъектам малого предпринимательства, открывающим частные детские сады. В нашем активе последних лет можно с уверенностью записать этот год в эксплуатацию многолетнего долгостроя клубно-спортивного блока школы номер 42 в Юрьевце, открытие новой школы на 1200 мест на улице Спиранского, ближайшие приоритеты. Это в 2021 году, конечно же, нам необходимо закончить, и мы ее закончим, школу на 1100 мест в микрорайоне Коммунар. И на следующую у нас на очереди школа также на 1100 мест в жилом районе Снавицы-Верезино. Во всех школах сейчас установлены системы контроля за доступом. В здании совершенно и завершено оборудование медицинских кабинетов. Как уже говорилось, что у нас кабинеты есть, к сожалению, врачей нет. То есть это наша первостепенная задача, чтобы нам врачи были в каждом школе и в каждом детском садике. Также необходимо уже менять на современную систему автоматического пожаротушения. Мы должны этим обязательно заняться. Строительство новых детских садов и школ будет бессмысленным, если муниципальное педагогическое сообщество не сможет обеспечить высокий уровень воспитательного и образовательного процесса. Сегодня общеобразовательные школы работают в режиме инновационной деятельности и совершенствуют собственные инновационные программы. В рамках национального проекта образования можно в полном объеме реализовать проект «Цифровая образовательная среда». 17 школ уже подключены к автоматизированной системе платформа сайтов и региональному банку эффективных педагогических практик. В 2022 году все общественные учреждения будут подключены к данной платформе и региональному сайту. Во всех школах города Владимир в 2021 году будет введена целевая модель цифровой образовательной среды. Школы должны быть обеспечены скоростью интернета не менее 100 мегабайт в секунду. Эту задачу мы должны выполнить уже в этом году. Уровень качества образования обеспечивается не только современной технологией, но и всего люди, учителя и воспитателей, которые нуждаются в особой заботе и материальной поддержке. И майские указы президента по поэтапному повышению заработной платы работников, учреждений, бюджетной сферы у нас в городе выполняются в полном запланированном объеме. В области культуры и туризма мы должны позиционировать город как культурный и исторический центр России. В планах продолжать расширять масштабные мероприятия, такие как День города, Рождественская ярмарка, Ренессанс проект Владимирской вишни. Для привлечения туристов ставлю следующую задачу. Это продолжить обустройство видовых мест отдыха, способствовать строительству гостиниц, инициировать создание инновационных интерактивных объектов туристического показа, оживить нашу улицу Георгиевскую. Цифровые технологии пришли к нам в культуру. И в 2021 году планируем оборудовать виртуальный концертный зал в детской музыкальной школе номер 1 имени Танеева. Также в планах провести реконструкцию кинотеатра художественной, организовав там досуговый центр, конечно же, с сохранением кинопоказа, как это было. Основной целью в сфере физической культуры и спорта является у нас оздоровление населения, формирование здорового образа жизни, увеличение доли горожан систематически занимающихся физкультурой и спортом. За последние 5 лет доля занимающихся физкультурой и спортом увеличила нас с 30 до 46,3%. А задача, которая поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путином, достигла показателя к 2030 году 70%. И для этого мы, конечно же, продолжаем устанавливать уличные спортивные тренажеры. Сейчас мы их уже поставили 149 и не остановимся. Для этого построен ледовый комплекс Владимир, спортивная зона на улице Стрелецкой. И, конечно же, мы ждем, и если это получится, это будет замечательно, что у нас встанется на территории ВЛГУ огромный, замечательный спортивный зал, которого городу очень не хватает, потому что действительно соревнования проводятся различного уровня, а вот спортивного зала у нас нет. Поэтому мы, конечно, заинтересованы и всячески приложим все силы для того, чтобы это осуществилось, так как это сейчас область занимается. Мы включаемся здесь и смотрим, как помочь в этом решении. Молодежь все более активно участвует в жизни города. И наша задача поддержать, начиная с проекта ребят, с активной жизненной позиции. Реализовывать мероприятия, направленные на формирование лидерских качеств, патриотизма, семейных ценностей, здорового образа жизни, развивать добровольческое движение – все это должно стать основой молодежной политики на ближайшие годы. Я считаю, необходимо оказывать грантовую поддержку молодежным организациям за счет бюджета города. Целью поддержки молодых семей обязательно продолжим реализацию программы обеспечения жильем молодых семей, предоставляя ежегодно субсидии на приобретение жилья не менее чем 50 семьям. В области архитектуры и территориального планирования, считаю, необходимо строже спрашивать застройщиков за соблюдение градостроительных регламентов. Нам необходимо продолжать вводить новые объемы жилья, для этого есть все предпосылки. И чтобы город был красивым, будем предлагать застройщикам использовать разнообразие стилей дизайна, использование монотонности, так характерно и спальным районам. Администрация города ведет работу, упорядоченную в размещении художественной стилистики, рекламы и наглядной информации. В этом направлении надо действовать, я считаю, более решительно. В сфере благоустройства наша задача планомерно обустроить места отдыха горожан, которые сделают город более комфортным. И за последние пять лет администрация не просто благоустроила, а во многих случаях создала новые 17 общественных пространств, в том числе пешеходная улица Георгиевская, 11 скверов, Леведановский, Андриановский, молодежный, спортивный, Красносельский, Соловьиные пруды, скверы на улице Никитской, Чайковской, Перековском городке, ну и многие другие. В сентябре 2020 года завершается первый этап реконструкции парка Добросельский. Да, он действительно очень объемный. И здесь, рассчитывая на помощь областной администрации, мы обращались и к губернатору, и к законодательное собрание, чтобы действительно побыстрее для горожан сделать данный проект, потому что он является таким общегородским проектом. Но пока мы вынуждены действовать только за счет федеральных и городских средств. Будем стараться как можно быстрее закончить это. У нас ведется обустройство улицы Соколова-Соколенка. Вы видите, мы выносим гаражи, стараемся обустраивать места, и жители это оценивают. Все жители города обратили внимание, как преображается наш город летом. Только в 2020 году в городе высажено более 10 тысяч квадратных метров цветников. Оборудованы они конструкцией вертикального отделения. И это уже стало нормой. Я считаю, что к этой работе нужно привлечь каждую организацию и каждого жителя, вовлекая жителей и предприятия города во благоразовании территории. Надо повысить призовые фонды городских конкурсов за лучший многоквартирный дом, лучший двор, ну и таким образом. Легкие города, это не только парки, легкие, извиняюсь, города, это не только парки, но и деревья, и кустарники на наших улицах. И продолжим полномерную работу по кронированию зеленых насаждений и высадке благородных сортов деревьев. Нами на работу начат положительная практика, участие горожан в выборе адресов благоустройства общественных пространств и контроля за качеством ремонта дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды. Ну, дорожное хозяйство и транспорт. Здесь, конечно, все вы знаете, какие у нас основные задачи. Это у нас увеличение пропускной способности городских улиц и безопасность всех участков движения. В нашем активе это завершение строительства Лыбинской магистрали с реконструкцией шестиполосного автодорожного путепровода на Октябрьском проспекте. Это позволило лучше транспортное сообщение и создать магистральные связи по направлению запад-восток. И наша, конечно, амбициозная задача это строительство автомобильной дороги по Аркенскому проезду. Это 2,2 километра. Я знаю, что сейчас уже Департамент транспорта и администрация области совместно с нашим управлением архитектуры сейчас ведут уже, так сказать, не предложения, это уже такая рабочая группа по передаче субсидий из федерального бюджета на строительство Пенского проезда. Это, конечно, будет такая же большая стройка века, как и Лыбинская магистраль. В 2020 году начата реконструкция востребованной дорожной развязки на улице Чапаева и Спиранского и после завершения работы в 2021 году улучшится транспортное сообщение уже в микрорайоне 8 ЮЗ. Следующий этап решения транспортной проблемы это строительство дороги на улицу Диктор-Левитана. На виду с дорожным строительством у нас основное условие современной дорожно-транспортной инфраструктуры это качественный ремонт и обеспечение надлежащей эксплуатации существующих дорог. В 2020 году на капремонт был направлен 315 миллионов рублей и эти объемы нам необходимо сохранить. В рамках национального проекта безопасной и качественной дороги в городе реализуется этот проект. Ключевая цель увеличить долю протяженности дорог с общего пользования нормативом с 55,6 десятых процента до 68,4 к 2024 году. Особое внимание безопасность дорожного движения. В процессе развития сложившихся новых микрорайонов нужна программа установки современных светофорных объектов и пешеходных переходов. Одно из условий улучшения дорожно-транспортной ситуации это упорядочение парковочных мест и следует вести ментаризацию городских парковок, выработать совместно с жителями предложения по созданию новых расположенных пространств и нанести места их расположения на карту города. Абсолютно правильно было замечено, что транспортное обслуживание в городе Владимире у нас нуждается в улучшении. К сожалению, в последнее время мы получаем очень много жалоб от населения. Здесь Сергей Валентинович 100% прав. Нам надо здесь предпринимать самые решительные меры для того, чтобы жители были довольны транспортным сообщением. Это наша такая задача прямо на ближайшее время, которое нужно ее решить. В сфере ЖКХ считаю основными задачами это контроль качества и надежного предоставления коммунальных услуг для населения во взаимодействии с жителями, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Исполнение консессионерами всех обязательств, взятых в рамках консессионных соглашений по электро- и тепловому хозяйству. Продолжение модернизации систем ливневой канализации и городских дренажных систем. Продолжение строительства канализационного коллектора глубокого заложения и проектирования второй нитки судогодского водовода. Расселение и снос аварийного жилого фонда в рамках муниципального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Напомню, что у нас 54 дома, 1013 человек, которые нам необходимо расселить. Эти дома приподлежат сносу. В вопросах кадровой политики в первую очередь будет обращено внимание на повышение квалификации специалистов администрации, сочетание опыта и молодости, курс на омоложение кадров. Лица, включенные в кадровый резерв, в обязательном порядке должны проходить стажировку в соответствующих управлениях и отделах. В области информатизации и телекоммуникации должна структурно выполняться задача увеличения объема оказания муниципальных услуг в электронном виде. В своей работе принятие решений будет руководствоваться следующими принципами. Реальные дела, экономическая и социальная целесообразность, сохранение культурно-исторической уникальности города и дальнейшего его развития. Это основные направления и первоочередные задачи при совместной работе администрации депутатского корпуса и жителей нашего города. Мы добьемся того, чтобы наш город стал еще красивее, благоустроеннее и удобнее для жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Путин. Путин. Коллеги, вопросы какие-нибудь? Да, пожалуйста, Михаил. Мы услышали в докладе на самом деле в последние годы многое сделано по формированию городской среды, по строительству новых сооружений, детских площадок и так далее. вопрос конкретный. Мы будем продолжать выполнять эти задачи, поставленные нам жителями города, предвыборными компаниями, которые мы сейчас все прошли. И хотелось бы, чтобы мы не забывали еще при формировании или выборе у нас есть два замечательных парка в городе Владимире. Это парк 853-я и загородный парк огромный, который тоже необходимо наверное благоустраивать. И хотелось бы, это двигалось вперед поставленные задачи, те цели, которые вы наметили в своем докладе. Можно как-то поконкретнее сказать, будет это продолжаться или не будет. Мы же прежде всего с вами вместе работаем для жителей нашего города. И поэтому запросы жителей для нас всегда являются первоочередными. И тот запрос, который сейчас есть у жителей, он смотрите, сейчас все жители хотят первое, это чтобы у них во дворах, ну это не только сейчас, наверное, но запрос такой есть давно, уже были современные детские площадки, несмотря на то, что где-то есть городской парк, есть еще рядом какие-то большие общественные пространства, но всем хочется, чтобы ребенок мог выйти или кто-то могли выйти и посидеть у себя во дворах. Вы заметили, что сейчас в этом году уже переориентировали чуть-чуть наше благоустройство и пошли именно во дворы. многие сами открывали детские площадки и ставили их, у нас компания Т-Плюс помогла, помогает городу и дальше будет помогать о том, чтобы действительно приблизить детские зоны и спортивные зоны к местам жительства. Но это не снимает с нас задачу о формировании общественных пространств больших для всего города. И конечно же у нас в первую очередь сейчас вот у нас к концу года должны получить и обсудить вместе с жителями это общественное пространство, которое находится давно, вокруг него идут разговоры напротив Белого дома и сейчас мы получим и я думаю будем все вместе обсуждать вместе с вами и вместе с жителями широкое такое обсуждение сделаем, чтобы там действительно уже было именно то, что хотят видеть жители. И второй момент это правильно после этого мы конечно должны заняться загородной зоны потому что он у нас остается единственным парком, который еще не пришел в такое состояние но вот мое глубокое убеждение что его надо оставлять именно как природный парк потому что в такой зоне что его нужно с особой осторожностью бережностью пойдем тем же путем что мы объявим сначала на вопрос на конце чтобы мы разработали проект с обсуждением жителей вот так же пойдем по долгому пути и когда он уже будет полностью утвержден только после этого будем заниматься проектной документацией у меня был вопрос но на первое вы частично ответили по поводу общественных пространств внутри городских территорий в ходе избирательной кампании с вами встречались с жителями действительно слышали этот вопрос о том чтобы наряду с крупными общественными пространствами внутри микрорайонов приблизить к жителям мы сделали зону отдыха для жителей всего микрорайона которые находятся внутри вот это правильно спасибо уже ответили на этот вопрос ну и второе что прозвучало в ходе доклада трассы касаемые соединения ЮЗ-8 и Диктор-Левитана вот у нас с вами на 21 год у нас уже был опыт с вами по поводу соединения улицы Спирамского и к сожалению область не помогла нам с этим и нам пришлось эту работу растянуть на 2 года мы с вами планируем 21 год как в докладе вы сказали ЮЗ-8 очень надеюсь что эта работа будет не отложена на будущие годы там же бывает такое что мы перекладываем финансирование на какие-то более важные статьи считаю что это очень важно и сделать и плюс возможно обратиться к администрации области также за софинансирование в 21 году этой части трассы так как инфраструктуру города наверное это один из главнейших вопросов которые у нас с вами есть обязательно его реализовать в 21 году как вы сказали в докладе и постараться это сделать в кратчайшие сроки в вашей жизни мы обязательно закончим этот участок в 21 году я думаю это будет действительно хорошая дорога соединяющая там никогда не было дороги многие говорили что вот там дорога там никогда не было этой дороги разработанный проект сейчас позволяет соединить две улицы я считаю что чем больше будет таких соединений в городе Владимире тем каждый автомобилист выберет себе свое направление движения и меньше будет пробок поэтому это очень такой хороший проект мы его завершим сами более того мы смотрим продолжение его так чтобы надо сделать не только проект вниз уйти до улицы Нижняя Дуброва чтобы там был новый тротуар новый и новое освещение специально поэтому с управлением ЖКХ мы проходили еще до выборов на следующий год запланируем еще средства на этот участок дороги чтобы он у нас был полностью завершен и я думаю не стыдно будет всем увидеть что реконструкции в городе Владимире новые дороги соединяющие они выглядят очень хорошо следующим этапом по дорожному строительству как я уже сказал это мы сейчас обсуждаем и расширение выход на улицу Диктора Левитана с расширением улицы Диктора Левитана еще на две полосы поэтому сейчас в ближайшее время этот проект у нас выйдет мы его тоже все вместе посмотрим и после этого уже будем смотреть в зависимости от наших средств сроки его реализации ну да и возможно обратиться к коллегам в собрании за поддержку обратиться к собранию в области это наше святое мы всегда будем чтобы нам помогли с деньгами сами знаете правильно денег никогда ни на что не хватает хочется сделать все сразу быстро но мы понимаем что делаем это не себе а для жителей города коллеги еще вопрос спасибо 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 Продолжение следует...